Если вы хоть раз сделали диск загрузочным, то будете рады узнать, что больше этой хернёй заниматься не нужно. Да-да, больше никакой возни с основными партициями, masterboot-рекордом, boot-секторами и тому подобной фигни. Теперь все делается простым копированием, и называется это все EFI или UEFI, не путать с FIFA или UEFA. Ну вот например понадобился вам установочный диск с Windows 7. Никаких проблем. Берем любой носитель отформатированный FAT32. У меня есть внешний жесткий диск, небольшая связь которого размечена в FAT32 для подключения ко всяким устройствам, не понимающих NTFS. А остальное место отформатировано в NTFS. Если бы я хотел превратить его в загрузочный диск по старой схеме, с использованием masterboot-рекорда, то пришлось бы распрощаться со вторым разделом и потерять все данные. При использовании же UEFI я просто распаковываю ISOшник с дистрибутивом 64 винды прямо в корень FAT32 раздела. Дальше нужно зайти в папку EFI, перейти в каталог Microsoft и скопировать находящуюся там директорию BOOT на один уровень выше, то есть EFI. Теперь еще нам понадобится файл boot.mgwf.efi, который можно переписать из установленной Windows 7 64 бита, ну или скачать в интернете. Переписываем его в EFI BOOT и переименовываем в boot.x64.efi. Все готово. Справедливости ради надо отметить, что все эти телодвижения нужны только для Windows 7 64 бит. В 32-битных версиях не работает, а в дистрибутиве Windows 8 все необходимые файлы уже лежат где надо, и ничего переписывать не нужно. Перезагружаемся и вызываем меню загрузки биоса. Тут у разных производителей могут быть различия, но как правило в меню загрузки вам будет доступен один и тот же диск в двух режимах, MBR и UEFI. Выбираем UEFI. Начинается установка Windows. Причем мы по сути просто переписали ее на флешку, без создания разгрузочных разделов и тому подобной ерунды. Кроме того, если диск на который вы собираетесь устанавливать Windows не отформатирован, то установщик сам создаст на нем три партиции, образующих файловую систему GPT. Она более современная по сравнению с классической MBR и дает много приятных плюшек, о которых вам с удовольствием расскажет Google.